Встреча главы города с представителями управляющих компаний началась с оценки их работы. По словам первого руководителя, в его адрес поступают десятки жалоб на работу наемных коммунальщиков. Сочинцы требуют чистые дворы и светлые подъезды. Особенно острые эти вопросы встали во время последнего снегопада. Два дня потом чиновники городских, районных администраций тут не выходили с улиц. Чистили тротуары, чтобы город обеспечен. А где были управляющие компании? Дворы, позорники. Честно говоря, я не знаю, у меня сердце кровью пребывается. После такой оценки работы разговор о проблемах управляющих компаний сложился не сразу. Собравшиеся пришли за помощью в решении вопроса с расчетами нормативов на общедомовые нужды. Показатели регулируют краевые службы, но в этом году их не изменили, сохранив нормативы 2012 года, которые сегодня изрядно устарели. В связи с тем, что эти нормативы Греком не были рассчитаны, то введение их разрешили использовать предыдущие. Эти нормативы были рассчитаны в 2012 году и не учитывали многих факторов, которые с 2012 года по 2016 год. Ну, не везде стояли домов. Сегодня просто жизненно необходимо наложить мораторий на прежние нормативы, иначе компании очень скоро станут банкротами. К примеру, в доме, где есть лифт, расход электроэнергии составляет около 27 тысяч рублей, а по нормативу только 2 тысячи. Разницу управляющие компании будут вынуждены брать из денег, собранных жильцами. В итоге потери и у компании, и у собственников. Вывод один – нужно срочно оспаривать утвержденные нормативы и делать расчет актуальных цифр. И помочь в этом может исключительно личное вмешательство главы города. Нужна вам помощь, мы поможем в работе с населением. Но как вы глазами будете говорить, как вы вопросы эти будете задавать, если они нам сказали, да посмотрите, мы какие-никакие деньги платим, но во что они нас превращают. Они же так сейчас задают. Потому что, чтобы решать такие задачи, нужно для начала навести порядок. Сочинские управляющие компании в течение недели будут доказывать администрации города свою профпригодность. Как только придомовые территории станут столь же опрятными, как и центральная часть курорта, то и город пойдет навстречу компании. Письмо в адрес губернатора будет написано, но прежде чем его отправят, сочинские дворы должны стать идеально чистыми. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.